Привет, друзья! На моем канале сегодня очередной обзор, который будет посвящен спиннингу. Спиннингу, который я хочу использовать весь основной осенний сезон, весь основной щучий сезон, по крайней мере для меня. Кстати, всех поздравляю с этим знаменательным событием, началом основного щучьего сезона. Собственно, этот спиннинг я планирую происпользовать весь щучий сезон, наловить на него щук и в конце непосредственно этого сезона поделиться своими выводами и впечатлениями о нем. Сегодня же об этом спиннинге будет первая часть, которая будет просто вводная и ознакомительная. Погнали! Этот спиннинг называется Drive от украинской команды Favorite. Вот он он. Я взял себе на тест новую модель, которая появилась в этом году или в конце того года, но не суть важна. Эта модель называется DRVC762H. Если расшифровывать, это означает, что 2.30 у этой палки рост, 15.45 грамм тест, строй, moderate, он же regular, fast. Ну, moderate, fast, regular, fast. Я думаю, что вы все понимаете. Модель эта выпускается только в кастинге. Точнее, вся линейка Favorite Drive, кто не знает, выпускается только в кастинговом варианте. Кстати, этот спиннинг у меня очень хорошо подружился вот с этой катушкой. Это Hybo Overlord. Точнее, ее инкарнация сделана для другой фирмы Piscifan, которая называется Thunder. Кстати, эта катушка, чем она отличается от Overlord, это я так немножко забегая вообще в отстраненную сторону, у нее больше передатка. 7 с чем-то, а у стандартного Overlord 6.3. Кстати, видео с этой палочкой и с этой катушкой, как она бросает, у меня уже есть, она выходила летом, просто как бы по кидушке. Сейчас где-то ссылка на нее появится. Так что посмотрите. Кому интересно, в описании дам на эту катушку ссылку, там где я ее брал. И еще немножко лирики. Я уже как-то рассказывал в ролике про Favorite Impulse, про мое тесное знакомство с продукцией Favorite, которое сложилось из-за того, что мой город близко с Украиной. Я не буду повторяться, кому интересно, вы это сами посмотрите. Так вот, когда встал вопрос о замене моей палочки, это сколько-то лет назад было, которая называлась Favorite Shotgun, на какой-то новый спиннинг, у меня выбор пал сразу на драйва. Причем не просто он как бы пал, там вот есть какой-то драйв, а конкретно я уже хотел себе определенную модель, я уже там отложил на нее деньги, уже даже договорился с людьми, которые бы должны мне ее были бы привезти. Но случились как бы события на Украине, всем нам известные, и связь с Украиной была на какое-то время потеряна. Поэтому у меня появился не драйв на тот момент, появилась Корза, сначала одна, потом вторая. Но как бы попробовать драйв, потому что от людей, которым я доверяю, отзывы об этом спиннинге были очень хорошие, мне хотелось его попробовать. И вот, собственно, он появился у меня. Давайте его сейчас покажу вам поближе, что он из себя представляет. Спиннинг поставляется в приятно оформленном чехле с двумя отделениями. Сама же палочка выглядит очень оригинальной, имеет нестандартный дизайн, который лично мне очень импонирует. Я не видел у других компаний подобных решений. Сам производитель указывает, что рукоять сделана из карбона. Катушка-держатель здесь в Fuji и тоже выглядит оригинально. Комплект колец, установленный на спиннинге, тоже от Fuji. Касаемо заброса. Я по своему обыкновению начинаю бросать ниже, чем заводской низ теста, а именно с 10 грамм. Этот вес палочка кидает уверенно. Следующий вес, это заводской низ теста, 15 грамм. Летит тоже очень хорошо. И вес в 35 грамм не вызывает у драйва никаких проблем. Посмотрите, как динамично отрабатывает бланк. На подрях бланк спиннинга работает следующим образом. Касаемо первых впечатлений и выводов. И, собственно, вообще, для каких целей я эту палочку брал. До того, как эта палочка появилась у меня в руках, я ее первый раз подержал. Я ее представлял как эдакий шваброподобный негнущийся кол. Самое интересное, что масло в огонь подливали даже сами представители фаворита, которые говорили, что палка позволяет, имеет большой запас и позволяет довольно-таки большие вольности в весах, которые ей возможно забрасывать. Поэтому я изначально думал, что где-то тест до 45 у меня как бы смещался в категорию 70. И я думал, что уже буду ей забрасывать вполне какие-то ощутимые большие джерки и свимбейты. Когда же этот спиннинг мне пришел, я, честно говоря, был удивлен. Потому что это оказался, ну, далеко не такой как бы шваброподобный кол, а вполне хорошая адекватная палочка, которая, как оказалось, хорошо работает со всеми 130 минохами и даже чуть ниже. То есть, ну, я не помню конкретно уже какие бросал, но все 130 она отрабатывает хорошо. И строй здесь, собственно, на мой же опять взгляд указан честный. То есть, это регуляр фаст. То есть, хорошая динамичная середина, которая позволяет работать с минохами на ура просто. Реально мне нравится вот этой палочкой их гонять. И внутренние вот свои ощущения я уже плавно сместил не до 70 грамм, а где-то вот до 60. По крайней мере, я больше чем уверен, что 90% времени я буду гонять ее в основном в пределах теста, а именно до 45 грамм. И вот какие-то вольности буду позволять себе максимум грамм до 60, не больше. Как вы уже поняли, этим спиннингом я успел половить. Скажу даже больше, я поймал на него щуку, поймал на воблера. То есть, и еще раз повторюсь, извините, как бы со 130 воблерами спиннинг работает просто чудесно. И мне реально нравится их твичить, потому что тут и запас, и мощность, все как бы присутствует. Но еще об одной вещи, которую я хочу упомянуть, которая просто меня удивила, я поделюсь своими впечатлениями. Это я когда баловался, записывал видео, решил, ну, попробовать покидать веса 7-8 грамм. Я точно не помню, вот 7 или 8 было. И мало того, что этот спиннинг смог закинуть этот вес. Я не могу сказать, что там далеко или это, но он смог закинуть, в принципе, можно на какой-то крайний случай с этим весом поработать. Но больше всего удивило, что этот вес он чувствует, чувствует удары, касание, твердое дно. Причем чувствуется это в руку, то есть бланк у этого спиннинга достаточно чувствительный. Я был удивлен этому моменту, особенно учитывая, что верхний тест заводской, нижний заводской тест указан как 15 грамм. Что ж, на этом мои первые впечатления о этом спиннинге подошли к концу, потому что надо что-то и оставить на второй обзор. Поэтому я думаю, что на сегодня хватит. Надеюсь, этот обзор показался для вас полезным. Я же отправляюсь в свою очередь ловить на этот спиннинг больших щук. И уже во второй части этого обзора непосредственно расскажу, ну, что-то я еще расскажу обязательно. До скорых встреч, пока-пока. До скорых встреч, пока-пока.